Всем привет, вы на канале StartAndroid, здесь Виталий Непочатов. Сегодня в очередном уроке из серии инструменты андроид-разработчика мы поговорим о базе данных Реалн. Но прежде чем мы начнем, как всегда немного рекламы от нашего спонсора магазина GearBest. Близится Черная Пятница и на сайте онлайн-магазина GearBest уже доступны большие скидки, уникальные купоны и интересная игра, в которой вы можете выиграть самые разные призы. Более подробно условия акций и правила игры доступны на нашем сайте в Android.info. Ссылка в описании видео. А теперь вернемся к теме урока. Что такое Реалн? Изучая хранение данных в BD по урокам на нашем канале, вы могли познакомиться с BD SQLite. SQLite традиционно используется в Android для хранения самых разных типов данных. База данных SQLite демонстрирует надежность, гибкость, она имеет хорошую документацию и очень много примеров. Но относительно недавно стала популярной новая база данных Реалн, разработчики которой позиционируют ее как полноценную замену SQLite. Реалн имеет собственное ядро, написанное на C++. Не волнуйтесь, для работы с базой данных Реалн учить C++ совсем не обязательно. Таким образом, что очень важно, Реалн не использует BD SQLite. Если вы используете ORM Lite или Sugar ORM, которую мы рассматривали в этом видео, то ваши данные все равно хранятся в базе данных SQLite. Эти библиотеки дают нам только надстройку над SQLite для более удобной работы с BD. При использовании Реалн SQLite не используется вообще. При этом Реалн работает очень быстро, так что зачастую можно даже сохранять данные в потоке интерфейса. Основное преимущество Реалн. Она до 10 раз быстрее, чем SQLite. Она проста в использовании, удобна для создания и хранения данных на лету, а также имеет хорошую документацию и поддержку. Рассмотрим простой пример, который демонстрирует, как работает база данных Реалн и как ее использовать в приложении. Скачайте пример из хранилища GitHub, ссылка на проект есть в текстовой версии урока на нашем сайте в Android.info. И импортируйте проект в Android Studio. За добавление Реалн в проект отвечает такая строка в разделе зависимости файла сборки Build Gradle. Рассмотрим код. Приложение состоит из одного Activity, который является контейнером для двух фрагментов. Первый фрагмент позволяет нам добавить книгу, которая хранится в базе данных, а второй показывает список всех книг из базы данных. Посмотрим файлы разметки. Разметка главного экрана, здесь контейнеры для фрагментов. Файл разметки фрагмента MyEditionFragment содержит поле ввода текста и две кнопки «Добавить» и «Удалить». В разметке MyListFragment компонент RecyclerView для отображения списка. Файл ItemBook.xml содержит описание пункта списка. В Activity мы создаем фрагменты и размещаем их на главном экране. Для использования объекта в качестве объекта Realm, вы должны просто расширить класс RealmObject. Анотация Required означает, что заголовок не может быть пустым. Как видите, класс MyBook для простоты содержит только одно поле titles с геттером и сеттером. В реальности их может быть гораздо больше. Все стандартные операции с базой данных, такие как создание, чтение, обновление и удаление записей, выполняются с экземпляром класса Realm. Это можно сделать несколькими способами, которые подробно описаны в документации Realm. Найти ее можно по ссылке в описании видео. В классе MyEditionFragment получаем экземпляр Realm. Выполняем операции с базой данных. Например, добавить или удалить книгу по нажатию соответствующей кнопки. Каждая операция с базой данных, кроме операции чтения, должна начинаться с выполнения метода BeginTransaction и заканчиваться выполнением метода CommitTransaction. Это гарантирует, что ваши данные всегда будут находиться в согласованном состоянии и обеспечивает безопасность потока. Если вы забудете зафиксировать ваши изменения методом CommitTransaction, они не будут сохранены. Вы также можете отменить транзакцию вызовом метода CancelTransaction. В соответствии с документацией Realm, необходимо закрыть все экземпляры Realm методом Close, когда мы закончили работу с ними. Обратите внимание, для привязки кнопок к методам обработки нажатий мы используем аннотации OnClick. Такую возможность нам обеспечивает библиотека ButterKnife, которая используется для быстрой привязки вьюшек. Я ее как-нибудь рассмотрю в одном из выпусков инструментов разработчика, а сейчас вернемся к Realm. Приведенный пример показывает, как добавить или удалить какой-либо объект в Realm, но реальная магия происходит в классе MyListFragment, который работает со списком книг. Нужно обновлять наш список каждый раз, когда книга добавляется в базу данных или удаляется из нее. Для этого нужно, первое, получить экземпляр Realm в методе OnCreate фрагмента и закрыть его в методе OnDestroy. И второе, передать все книги адаптеру. Запрос AllObjects возвращает объекты RealmResults. Важно понимать, что данные в Realm никогда не копируются. Мы получаем список ссылок и работаем над оригинальными объектами. Теперь посмотрим код адаптера списка MyListAdapter. Здесь мы добавляем слушатель RealmChangeListener к RealmResults. И теперь, если мы добавим новую книгу в MyEditionFragment, список в MyListFragment будет обновляться автоматически. Все, что мы сделали, это добавили слушатель, который сообщит нам, когда набор данных изменился. Это все, что нам нужно. Метод OnChange не имеет объекта или списка объектов, которые изменены, потому что нам не нужна эта информация. Она уже есть у нас. Как уже было сказано ранее, данные Realm никогда не копируются. Поэтому, когда новая книга добавляется в MyEditionFragment, адаптер списка будет проинформирован, что набор книг изменился, поскольку Realm автоматически обновляет объект MBOX. Все, что нам остается сделать, это обновить представление списка. А теперь пару слов о возможных проблемах при работе с Realm. Например, если вы используете префикс M для полей ваших классов, так называемая венгерская аннотация, следует помнить, что геттеры и сеттеры для них также должны иметь символ M в именах. Также могут быть проблемы, связанные с миграцией базы данных. Во время разработки баз данных схемы все время меняются. Если у вас есть какие-то данные, хранящиеся в базе данных Realm, любые будущие изменения схемы приведут к проблемам миграции. Вы можете либо обрабатывать изменения миграции, либо удалить файл с расширением Realm со всеми данными, если Realm обнаруживает проблемы миграции. Если у вас в настоящее время есть приложение, которое использует SQLite и вы хотите мигрировать в Realm, это потребует достаточно много труда. SQLite хранит данные в упорядоченной форме, которая не обязательно будет работать лучше всего с Realm. Поэтому лучше пересмотреть свою схему данных и смоделировать их в качестве объектов. После того, как вы измените схему для адаптации к Realm, будет гораздо легче переносить любые данные из SQLite. Просто настроите миграцию, начиная с версии 0 до 1 из базы данных Realm. И в этой миграции загружайте данные SQLite в объекты Realm, а затем просто сохраните их. Если ваши данные находятся на удаленном сервере, вы можете просто создать базу данных Realm с нуля. Перед тем как остановить ваш выбор на Realm, имейте в виду, что это новое программное обеспечение, API которого может иметь критические изменения в будущих версиях. А более тесную работу с Realm мы продемонстрируем в новом продвинутом курсе по разработке приложения для группы ВКонтакте, который выйдет уже совсем скоро. Следите за новостями на нашем канале, ссылка на исходный код примера из этого видео есть в текстовой версии урока на сайте Fandroid Info. А я прощаюсь до следующего выпуска, с вами был Виталий Непочатов, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok